Предварительные итоги единого дня голосования обсудили и на еженедельном совещании Михаила Игнатьева с правительством республики. По данным Центра избиркома Чувашии, явка избирателей составила почти 58%. На данный момент обработано 93% протоколов участковых избирательных комиссий. Эти цифры еще могут варьироваться, но кардинальных изменений не будет. На выборах главы республики по предварительным результатам Михаил Игнатьев набрал 65% голосов. Олег Николаев 15%, 13% получил Валентин Шурчанов, а Константин Суботин 3-4%. Что касается выборов в Чебоксарское городское собрание, а столичный парламент формировался в отличие от всех остальных по смешанной системе, кандидаты от «Единой России» лидируют во всех округах с отрывом в 20%. С точки зрения вообще электоральной это пропасть. 20% это отрыв, который говорит о безговорочной поддержке. Если взять единый избирательный округ, по единому избирательному округу такая вот символическая цифра, очень важная в первую очередь с психологической точки зрения, 50%. 50% плюс один голос это безговорочное преимущество. 50,6% партии «Единая Россия», на втором месте КПРФ, на третьем «Справедливая Россия», на четвертом «ЛДПР». Практически все точно так же, как на выборах Государственной Думы. Напомним, итоги предварительной и окончательной цифры Центр избирком обещает озвучить в ближайшие дни. Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов. Я хочу поблагодарить всех вас за ту ответственную работу, которую мы вместе с вами вчера провели. Выборы, можно сказать, одним словом, в республике состоялись на конкурентной основе. Жалобы есть, но значимых, серьезных жалоб по той информации, которую мне давали, это оперативная информация, таких серьезных, значимых по выборам и главы Чувашской республики, и органов местного самоуправления нет. Также на планерке говорили и об исполнении республиканского бюджета нашей республики за 8 месяцев этого года. Так, например, собственные расходы составили 23,6 миллиардов рублей. А что касается доходов, то они возросли на 169 миллионов рублей. Доходы бюджета исполнены к уровню прошлого года в 101%. Если посмотреть по видам налогов, налоговые доходы это 101,1%, неналоговые доходы 104,2%. Что касается собственных доходов, вы видите, налоговые доходы у нас в основном в зеленую зону попали. Это налог на прибыль, акцизы и налог на совокупный доход. Такие налоги, как налог на доходы физических лиц и налог на имущество, они у нас в красной зоне, то есть это означает меньший уровень прошлого года. Обсудили и ход реконструкции моста через реку Большой Цивиль на трассе М7. Вот этого объекта и освоение средств планируются в этом году. В планах и реконструкция федеральных дорог М7 и А151.